Салют подписчикам канала Atom Asium и случайным зрителям этого видео. Ну вот смотрите, смартфончик у меня это Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Сегодня хочу показать один момент, который вы сможете сделать практически на любом смартфоне Xiaomi. Да в принципе, блин, на любом смартфоне Xiaomi, но некоторые настройки могут отличаться в зависимости от моделей смартфона. Короче, о чем сегодня пойдет речь. Вот телефон сейчас заблокирован, я два раза нажимаю на кнопку громкости вниз и активируется камера. То есть, например, телефон у меня в кармане где-то лежит, мне надо быстренько сделать снимок какой-то, чтобы не разблокировать телефон, не заходить в камеру и так далее. Я просто достаю телефон из кармана и уже в момент того, как я взял в руку телефон, я могу нажать кнопку громкости вниз и достать уже телефон с активированной, с включенной камерой и сделать снимок. Это круто и действительно очень удобно, потом тяжело отказаться от этой функции. Когда смартфон какой-то уже другой фирмы не имеет ее в наличии. Дополнительно я могу взять и на активированном смартфоне по сканеру отпечатка пальцев, который вшит кнопку питания, вот так вот два раза нажать и у меня открывается шторка с быстрыми настройками. Причем на жест вот этого двойного касания я могу назначить, в принципе, и другие какие-то функции смартфона. Например, открытие не центра управления, а, например, открытие уведомлений или там другие какие-то функции. Я сейчас вам подробнее об этом покажу и как где это все включить. Дополнительно блокируем экран и также, например, вам что-то где-то подсветить надо. Телефон из кармана достаете, чтобы не активировать его и так далее. Вы просто нажимаете пару раз кнопку питания и у вас включается фонарик. Также пару раз ее нажимаем, фонарик отключается. То есть мы превращаем смартфон в простой фонарь без заморочек, чтобы не заходить в какие-то настройки. Этим комфортно пользоваться и этого не хватает на смартфонах других фирм. Ну и такие более банальные моменты, как, например, вот тремя пальцами вниз проводим по экрану, у нас получается скриншот. Но это уже более такая стандартная штука, это большинство из вас уже знает. Тремя пальцами вот так задерживаем на экране и можем сделать произвольный скриншот экрана. Например, какую-то область выделить и вот у нас будет именно вот такой вот скриншот из этой части экрана. Отсюда прям сразу можем либо сохранить память смартфона, либо отправить там кому-то в мессенджер. Короче, такая тема. Для того, чтобы активировать эти функции, мы проходим в настройки смартфона. И смотрите, друзья, на смартфонах Xiaomi установлена оболочка MIUI. В ней, в принципе, полно разных настроек. Есть какие-то настройки, которые прям лежат на поверхности, есть настройки, которые более скрыты. Вот настройки, о которых сегодня пойдет речь, они, в принципе, на поверхности, так скажем, но находятся в дебрях настроек смартфона. И для того, чтобы их активировать, нам нужно зайти в расширенные настройки и выбрать параметр функции жестов. Все, вот мы находимся в этом разделе. Тут, в принципе, ну уже все логично понятно. Я думаю, без меня можете разобраться. Ну, для полноты картины давайте расскажу. Мы можем включить запуск ассистента, если вы этим пользуетесь при удержании кнопки питания более половины секунды. Дополнительно мы можем включить снимок экрана, причем активировать жест вниз тремя пальцами, либо удержание кнопок уменьшения громкости и кнопки питания. Также включить частичный снимок экрана нажатием и удержанием тремя пальцами по области экрана. Ну, запуск камеры, значит, по двойному нажатию кнопки уменьшения громкости в спящем режиме. И также есть возможность по двойному нажатию кнопки питания. Но вот этот пункт, ребят, входит в конфронтацию с фонариком, потому что на фонарь назначен тот же самый жест. Если вам что-то из этого не нужно, то выбирайте. Если пользуетесь двумя функциями, то камеру придется запускать только двойным нажатием кнопки уменьшения громкости. Так вот, ребят, в Redmi Note 11 Pro есть еще дополнительный пункт, которого нет, ну, к примеру, на Poco X3 Pro, ну, и я так предполагаю, на других смартфонах его тоже может не быть. Раздел называется «Дважды коснитесь сканера отпечатков». И вот тут мы можем как раз назначить все вот эти вот предыдущие настройки на касание сканера отпечатка пальцев. В данном случае, как видите, у меня назначен центр управления, но я могу выбрать, например, и снимок экрана, и включение фонарика, также открытие шторки уведомлений, запуск Google Ассистента, запуск кабель, калькулятор, режим без звука, сбор журнала, проблем. Тут уже на ваше усмотрение, конечно, вы можете выбрать что-то еще. К сожалению, какие-то приложения, запуск отдельных сторонних приложений назначить, вот на этот жест нельзя. Дополнительно еще в некоторых смартфонах вы можете встретить такую функцию, как касание задней крышки смартфона. Я давно еще в одном из своих видосов рассказывал о приложении под Android, которое может активировать функцию двойного тапа по задней крышке смартфона. При этом вы можете таким образом делать скриншот или там включать фонарик и запускать любые другие приложения. Но для этого нужно устанавливать стороннюю приложуху, которая называется TapTap. Ссылку на это приложение оставлю в описании, но сегодня речь не об этом, ребят. В некоторых смартфонах Xiaomi, в их аппаратной части, вы можете вот в этом разделе функций жестов встретить вот эту вот функцию, коснуться сзади и активировать ее. Наверное, эта функция доступна на более флагманских смартфонах. Напишите в комментах, у кого она есть и у кого есть еще какие-нибудь дополнительные функции, которых нет. Вот, например, на Redmi Note 11 Pro 5G. В общем, будет интересно почитать. В принципе, на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал. Надеюсь, с вашей помощью получится в этом году достичь миллиона подписчиков, за что вам огромный респект, ребят. Ну и пишите комменты в поддержку видео, ставьте лайки для продвижения этого видоса. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч.